Женщина является сердцем мужа. Она всегда чище, лучше. Мужчине Бог дал волю, но он не дал ему чистоту восприятия мира. Женщине Бог дал чистоту восприятия мира. Не для того, чтобы ей было лучше, а он дал для людей. Потому что женщина, она является первым наставником для человека. Она наставляет своих детей. Также женщина это единственная, кто имеет доступ к сердцу своего мужа, если правильно себя ведет. По этой причине у женщины есть связь с Богом. То есть она ближе к Богу, чем мужчина. Но если женщина обвиняет мужчину в том, что он дальше от Бога, то это означает, что она неразумная, она не понимает замысел Бога. А женщина дается мужчине не для того, чтобы она расслабилась, типа он святой и счастливо жила с ним. Он нужен, женщина нужна для того, чтобы мужчине поменять сердце, для того, чтобы он приблизился к Богу, потому что мужчина больше склонен к работе, к делам своим. И женщина должна просто терпеть, принимать мужскую природу. Вы не принимаете мужскую природу. Нужно понять, что она другая. Вы говорите, мы разные. Все мужчины и женщины все разные. Надо понять, что мужская природа другая. И само это понимание будет топить сердце. Вот как только вы приняли этого человека, сразу же он начал меняться. Запустился механизм сразу. Вот я принимаю вас всех, какие вы есть. Я чувствую всех ваши грехи и недостатки. Ну, принимаю все это. Потому что каждый человек все делает глупости только из-за того, что он не знает, как правильно жить. Нет другой причины. Если мы считаем, что есть другая причина, то это заблуждение. Вот. И принятие сразу меняет сердца. Вам надо учиться этому. Вам Бог дал хорошего человека. Вот. Вы его не видите хорошим. Хороший. Нет? Что вам не нравится в этом человеке? Ну, предают. Обманывают. Ну, и просто запрограммированы. Ну, сложные. С детства тяжелые. И так далее. Литера. Московской пехоты. Стрелок был. Тренирован, скажем так. Ну, надо же защищать Родину. Защищать надо. Ну, в других условиях, как бы, это не очень хороший. Хороший талант. Потому что он постоянно переступает границу. Даже в браках. Ну, не просто это сделать. Ну, и, скажем так, ищет любовь в новых историях, любовных. Когда я не даю ему чего-то. Ну, такие моменты. Предательство недопустимо. Если человек предает, сразу дистанция. И сразу, как бы, ну, вот смотрите, если вас предали, то сразу, ну, предательство означает чувство собственного достоинства вниз сразу. Если ты, близкие отношения с этим, строй с человеком, твое чувство собственного достоинства улетает вниз сразу. Оно не может в середине держаться, потому что предательство это недопустимая вещь вообще в жизни. Как только человек предал, сразу дистанция. И только это спасет достоинство человеческое. Все, не бросайте, живите отдельно, ставьте условия ему. Не знаю, какими какими. Ну, как бы, раскаяться, не предавать. Уважать мои взгляды. Жить правильной жизнью. Все условия, которые надо ставить нормальному человеку. Это не имеет значения. Вы должны понять, что все, что вы делаете, вы делаете это в отношениях с Богом. Мы живем только вот я и Бог. А Господь нам показывает все, что с нами связано в этой жизни. Если, допустим, в позапрошлой жизни вы были таким человеком, как он. В позапрошлой, не в прошлой. Воевали где-то там. Что-то такое. Я сейчас знаю. Вот. И вы получаете просто плоды своей судьбы. Вот перед вами вы стоите, только в прошлом. И это касается каждого человека вообще в жизни. И вы, ну, вы не можете сказать себе, ты негодяй, как бы, я с тобой не хочу жить. Можно просто дистанцироваться. Когда человек ведет себя в невежестве, не надо с ним близкие отношения строить. Надо дистанцироваться и желать ему счастья, молиться за него и ставить условия. Теперь вы скажете, а сколько так можно жить? Там есть какая-то грань. Когда сердце облегчается, ты чувствуешь облегчение в сердце, спокойствие. Ты сделал все для человека. То есть у тебя внутри уже чувства. Ну, обычно это как происходит. Ты молишься, просто первая стадия у тебя спокойствие в сердце по отношению к этому человеку. На второй стадии ты уже чувствуешь, что тебе легко с ним общаться. Но он при этом может сам вести себя неправильно. На третьей стадии ты чувствуешь, что он уже сам понимает, что он неправ. Но он при этом не хочет меняться и не хочет признаваться в своей неправоте. Если это так, то ты не обязан больше ничего делать по отношению к этому человеку. И Бог тебе даст другого. Человеку уже лучше. Но обязательно нужно очищать свое существование через то, что Бог дает. Мы не можем никакого бросать. Если мы бросаем, то получаем потом следующую серию. Это будет многосерийный фильм. А на следующей серии сначала незаметно, что она следующая. Кажется, что это другое что-то. А потом, оказывается, то же самое. Примерно так. Поэтому нужно всегда дистанцироваться и очищать свое существование рядом с человеком. Вы так и делаете. То есть, я это вижу, у вас идет очищение сердца сейчас в отношениях с ним. Даже меняйте его восприятие как-то потихоньку. Лучше его. А вот ваше воскресенье, чем чище вы его увидите, тем лучше он сам становится. Начали разговаривать, да? Это вторая стадия. Первая стадия спокойствия в сердце. Вторая. Начали разговаривать. На стадии спокойствия это чувство собственного достоинства встает на место. Вот человек предал, оно стремится вниз. Ты отдистанцировался, начал молиться, ты его поднимаешь вверх. Это аскеза. Тут нужна природа. Нужны добрые люди. И нужен Бог. Когда у человека все это есть, у него чувство собственного достоинства укрепляется. И он начинает молиться, и потом раз, оно легко в сердце, в середине стоит, чувство собственного достоинства. Это называется спокойствие. Но при этом не надо приближаться к предателю. Если человек тебя предает, не надо к нему приближаться. Но не касать тоже не надо. То есть судьбой надо на том расстоянии находиться, на котором ты ее держишь. Ну, можешь выдержать натиск. Если чуть ближе, ты сразу поплыл уже, не можешь, начинаешь ругаться, теряешь себя. Поэтому дистанция очень важна, правильная дистанция по отношению к судьбе. Но это касается только тех, кто тебя предает. А если человек не предает, здесь уже надо смотреть, как строятся отношения. Если, допустим, ты служишь человеку и не чувствуешь, что ты нуждаешься сильно в нем. Нуждаешься как бы. Это называется правильное восприятие. Причем надо важно понять, что ты можешь уважать, ценить человека. Чувствовать чистоту по отношению к нему. Но нужда в человеке означает, что ты вот хочешь, чтобы он для тебя что-то сделал. Тебе улыбался, наслаждал тебя. Это называется зависимость или привязанность. Вот эта привязанность, она всегда вытаскивает чувство собственного достоинства из равновесия. Но вытаскивает, она куда-то пойдет. Или в суету, или вверх, или вниз, или назад. Ну, то есть, ненормальная ситуация. То есть, любить надо только служать человеку. Нельзя ждать любви. Требовать любви нельзя, это неправильно. Как только мы требуем любви от кого-то, сразу же мы страдаем. Скандалы все означают требования любви. Ты для меня то не делаешь, я для тебя то не делаю. И так далее понеслась. Скандалы означают требования любви. Неправильное отношение. Если ты не требуешь любви, вообще никаких скандалов не будет. Субтитры создавал DimaTorzok